Сегодня я еду в Ботанический район снимать клубный дом Родонитовый. Я как покупатель квартиры не буду ли каждое утро встречать очередь парней из азиатских стран. Здесь же не только нелегальных мигрантов оклавливают, здесь же люди... А то есть нелегальных тоже отлавливают здесь. Нам обещали здесь действительно концертный зал вместо окей, там летний, там хотя бы какой-то площадкой. А сейчас там окей. А сейчас там окей. И про культуру никто не задумывается. Ты живешь на Ботанике? Да. Сколько лет? Зачем было выпендриваться и называть дом клубным, если и так жители купят новое жилье в новом доме? Под клубностью мы хотели показать то, что в доме очень небольшое количество квартир, всего 177. Это, ну, большинство новостроек, которые сейчас строятся, они многоподъездные, они высотные, то есть их называют муравейниками, человеками. Подождите, подождите, а ваш разве не высотный? 26 этажей. Он высотный, но он при этом одноподъездный. Одноподъездный. А сколько квартир на этаже? От 4 до 5, до 8, извините. До 15 этажа 8 квартир, свыше там 6 квартир и на уменьшение. Подождите, то есть до 15 этажа 8 квартир на площадке будет? Да. А выше? Выше 6. Выше 6 и 4. А сколько лифтов будет ходить? 3 лифта, 2 грузовых, 1 пассажирский. 177 квартир. Да, ну, минус 1-й и 2-й этаж. 2-й этажа лифта. В вашем доме есть квартиры 4-комнатные, 3-комнатные, 2-комнатные, 1-комнатные и даже студии. Почему вдруг появились студии в клубном доме? Потому что есть спрос на студии, поэтому мы решили удовлетворить этот спрос со стороны жителей ботаники. Но мне вот все-таки покоя не дает слово клубный. То есть клубный, это значит, что жители этого дома чем-то одним интересуются, у них единые интересы. То есть есть некая клубность. Вот у нас есть гольф-клуб. Ну, понятно, что эти люди, они все играют в гольф, которые там тусуются, там дома покупают. Вот у них общая какая-то страсть есть, она их объединяет. Вот клуб. Клуб по интересам. А здесь как в чем интерес? Мы бы хотели, чтобы в нашем жилом комплексе среди жителей создавалась некая клубная атмосфера. У нас есть места общего пользования, которые рассчитаны на то, чтобы люди там встречались, люди там общались. У нас будет, например, детская игровая, в которой можно устраивать детские праздники, например. Клубный дом, мы не хотели выразить этим то, что это какое-то элитное жилье. Мы хотели больше это отнести к добрососедству, чтобы эти люди, эти соседи, они общались, чтобы у них был некий такой маленький закрытый клуб жильцов этого дома. А расскажите тогда поподробнее о тех помещениях, которые считаются общего назначения. То есть ими могут пользоваться все жильцы дома. Вот вы только что сказали, это будет какая-то специальная комната или какое-то специальное пространство для детей. Давайте поговорим о том, какие плюшки жители этого комплекса получат, приобретая квартиру. Детская комната для проведения праздников. Это что значит? 20 квадратных метров и стол посередине или что это такое? Это будет комната, что более 20 квадратных метров. В ней будет сделан ремонт, в ней будут какие-то игровые комплексы, игрушки, наполнение какое-то, куда можно приводить детей играть, например. В случае необходимости можно там устраивать какой-то праздник. То есть это дошкольный возраст? Да, да. А детей можно там оставить? Там будет какой-то человек за ними приглядывающий или что? Как это происходит? Консьерж будет приглядывать. То есть он или гостей встречает и за детьми смотрит, как это происходит? Допустим, на улице плохая погода, мама с детьми решили поиграть. Спустились на первый этаж в детскую игровую комнату, детей вставили, дети играют, сами присматривают. У нас там будут витражи стоять, то бишь за детьми. А, сами болтают? Да, конечно, там живут. А что им делать в это время? Там кофе, чай что? Да, конечно, кофе, чай. Магазины. Что какие еще есть пространства? Внизу или где это находится у вас, я не знаю. Зона ожидания, где гостевая будет. То есть это некий ресепшн получается? То есть какие-то места отдыха, диваны. Я прочитал, что у вас будет помещение для животных, а конкретно для мытья их лапок. Это действительно так? Да, да. То есть это отдельное какое-то помещение, куда мы будем заводить, там что, душевая, то есть завел туда и помыл ему лапой что ли, и все, наверх поехал? Да, получается с тамбура, где вход, там будут у нас витражи стоять теплые, сразу же попадают на помещение мойки, лап. Подошли, лапы помыли, все, можно пройти к лифтам спокойно, поехать, и у нас не будет в коридорах грязь стоять. Дом со всех сторон окружен уже давно построенными домами. Они стоят впритык, ну практически впритык. И по поводу этого вопроса жители соседних домов возмущались, ну говорили, что не надо строить, куда вы эту свечку там впихнули, что-то даже как-то саботировали это дело. Во-первых, вопрос номер один, что будет с дворовой территорией? Сколько она места занимает? Ну там футбольное поле, там маленький футбол, теннисное поле. Или его вообще не будет, то есть мы рассматриваем всю прилегающую территорию как собственно место, где мы можем погулять. И катастрофически вот этих зон для людей, то есть их нету, где можно было бы погулять, как-то время провести. То есть их не хватает? Да, их не хватает. А есть ботанический сад вот тут вот рядом? Ботанический сад, он работает с 8 до, по-моему, 5 часов в будни, а по-моему, выходные он закрытый. А, вот так вот? Да. Выходные погулять в ботаническом саду нельзя? По-моему, нет. Замечательный совершенно здесь у нас парк, по которому замечательно гулять. Он тоже сейчас уже подрос, он сейчас вырос, он красив очень. Куча площадок самых разнообразных для спорта, для собак, для детеские площадки. То есть еще продолжает развиваться. Это вы про какой парк сейчас говорите? А вот здесь напротив ботаники, вот этот вот между Мегамартом и Окей, вот этот вот парк, он просто замечательный. Именно... Это сквер. Да, ну сквер его можно назвать, да, наверное, но мы его зовем ботанический такой, гуляя в парке. Он относительно недавно появился. Он как бы сразу там планировался, да, ты идешь и каждый год смотришь, как яблонки подрастают, и все это все становится красивее. И сейчас там действительно летом гулять сейчас очень там приятно. Бульвар Малахова, Тбилисский бульвар, там тоже все это очень хорошо сейчас уже организовано, и если погулять там летом, я вам скажу, там очень приятно. А это ведь буквально квартальчик и очень красивый бульвар, снова и пешеходный бульвар. Я вот сейчас вот, честно говоря, если вначале я так тоже думала, и даже так где-то даже возмущалась, говорила, что за ботаника, ничего зеленого, то вот сейчас уже через 20 лет, я так сказать, не могу. Он будет хоть и небольшой, но он будет полностью укомплектован всем чем только можно. А чем? Будут тренажеры, снаряды какие-то для тех, где они смогут заниматься, воркаут-площадка будет, будет зеленение, будет установлен теннисный стол, будут полностью дорожки сделаны очень красивые из камня. Будет очень небольшой, но очень компактный. Детская площадка. Только для детей двух возрастов, для совсем малышей, для детей школьного возраста. А если места мало под территорию, под собственную, как все это влезет? Там достаточно места для хорошей детской площадки. Она, еще раз повторюсь, хоть будет и небольшая, но она будет полностью укомплектована всем, всего лишь 177 квартир в доме, и все дети спокойно там смогут поместить. Вот если я вдруг захочу купить здесь квартиру, ботаника вообще, ну скажем так, не славится зелеными зонами, парками и так далее. Ну есть пару бульваров там, да, и там через дорогу, где-то через 8 марта есть дендрарий. Но в целом район больше похож на какие-то бетонные коробки. И мне, как покупателю, хотелось бы выйти во двор, например, с коляской, с ребенком. Там мама в магазин побежала, а я папа с коляской пожел. Или с собачкой гулять. И мне бы хотелось, чтобы были деревца, тень, там какая-то прогулочная зона. То есть меня, может быть, вот как человека, наоборот, раздражают эти все прыгающие чуваки там со штангами. Ну, ради бога. Но и мне бы хотелось какое-то местечко под деревцем, тепленькое, в тени. Что с этим? Сколько деревьев конкретно посадите? Насаждение это будет зеленое, все равно в любом случае нас с ним насаждение будет. Тут яблони высажены, все какие-то кустарники. В смысле, как у вас территория, вопрос обстоит. Я что-то не получил ответа на этот вопрос. Что с территорией происходит? По периметру вот этой площадки будут высажены кусты и деревья, как уже сказал мой коллега. Более подробно посмотреть, как это будет выглядеть. Можно будет в ближайшем будущем на сайте, там будет опубликован рендер именно детской площадки. Со всем наполнением, со всем озеленением. Лучше, наверное, будет увидеть, нежели сто раз услышать. Я к точной застройке отношусь не очень хорошо, потому что все-таки это неудобно для всех, получается. Для жителей, которые уже жили, для жителей, которые будут жить. И даже опасно. Есть такие дома, которые прямо непосредственно встают вплотную. Ну, например. Ну, Родонитово 18 там, по-моему, такой. То есть там рядом построили многоэтажку, не знаю, там, по-моему, 16 этажей. Стали строить новый дом. Да. Так называемое точечное застройство. Да. И старый дом, который стоял рядом, просто треснул? Ну, где-то да. Когда начиналось строительство дома, жильцы соседних домов были недовольны. Негодовали, вплоть до суда там что-то дело доходило. Ну, я прямо сейчас конкретно даже не скажу. Но то, что они проявляли большое недовольство, это факт. Как вы можете эту ситуацию сейчас прокомментировать? Что происходит сейчас? Как ведут себя сейчас жители этих домов? Ну, сейчас страсти утихли. Там они подавали в суд. Ну, соответственно, мы дело-то выиграли. Строим дальше, работаем. А так, если потому, что близко друг к другу дома находятся, еще где-то там строят. У нас, в принципе, вся ботаника таким образом построена. И когда их дома строили, они точно так же находились рядом по соседству. Нужно это все чуть-чуть потерпеть и все. Ну, они ведь, наверное, возмущались не самим фактом строительства, что вот вы сейчас потерпите там годик-два, пока техника работает. Они, наверное, возмущались тем фактом, что сейчас возникнет огромная свечка, которая там заслонит им свет. Которая никак не перекроет им, естественно, свет. Которая займет парковочные места, которые там, возможно, там кто-то любимую собачку выгуливал на этом газоне или что там раньше было. Он закрытый был, он за забором был, туда никто не проходил. Ну, мало ли, может быть, кому-то еще что-то не нравится. То есть вот сейчас как эта ситуация, в каком состоянии? Понятно, что вы дело выиграли, то есть в суде, да? Я правильно понял, то есть был суд, вы его выиграли. Окей, здесь вопросов нет. Но вот так, чисто с человеческой точки зрения. То есть вот жители, которые рядом, они же должны что-то получить. Нам бы очень хотелось подружиться с жителями этих районов, потому что мы все-таки за атмосферу добрососедства, и чтобы какие-то негативные истории никак не портили жизнь ни нашим соседям, ни жителям нашего жилого комплекса. Поэтому в будущем мы, возможно, предпримем какие-то меры по облагораживанию, например, прилегающей территории этого района. Возможно, это значит, что, возможно, и не предпримите? Это значит, что мы пока не знаем, какие меры мы предпримем. То есть этот вопрос обсуждается, мы хотим каким-то образом позитивно повлиять на этот район? А с кем вы обсуждаете? Ну, есть управляющая компания, у них также ТСЖ есть. То есть жители самих вы не спрашиваете, что им надо? Нет, почему? У них же есть представители у этих жителей. Кто, ТСЖ? Мы выходим, да, конечно. Не, ну ТСЖ — это не представитель. ТСЖ там собирает деньги и, дай бог, пришлёт сантехника, трубы починить. Это инициативная группа людей. С инициативной группой людей. Вот с ними общаетесь? Ну, скорее всего, конечно. У меня вопрос по добрососедству. Вот вы говорите «добрососедство», и мы хотим с жителями добрососедничать. Я вот сейчас буквально несколько шагов сделал в сторону вашего дома, и два ближайших панельных дома огородились заборами, каждый своим. То есть как добрососедничать будем? И вы своим забором огородитесь. Вы же тоже забор поставите? У вас же закрытая территория будет? Да. Как здесь будет работать добрососедство? Объясните мне, пожалуйста. Наверное, добрососедство имелось в виду внутри самого дома. А, я не знаю, вот я и прошу объяснение. Объясните мне, пожалуйста, про добрососедство. То есть я считаю, что добрососедство – это когда мы вместе дружим, там вокруг елки хороводы водим, на одном катке катаемся, по одним дорожкам на великах гоняем, там. У нас общий парк, я не знаю, пруд может быть общий. А получается, что у каждого свой забор. Забор-то и не спили, мы как-нибудь попадем. Внутри своего двора, конечно. Окей, я вообще, на самом деле, я вообще против. То, что, например, сделали вот эти ребята, вот вокруг домов своих, я против, мне это не нравится. Я иду мимо, забор железный, за ним щебенка, на щебенке машины стоят. Вот капец, да, красота. Решение приняли, поставили. Так я почему рассматриваю новый дом? Вообще, я для себя ищу квартиру. Вот я почему начал всем этим заниматься? Я для себя квартиру еще хочу купить нормальную, удобное месторасположение. Я хочу, чтобы была инфраструктура развита. Я хочу, чтобы был дом красивый. Я хочу, чтобы квартиры были классные, потолки высокие, свет в окнах много попадал. А еще я хочу, чтобы у меня двор был хороший. И я не куплю никогда в жизни квартиру в панельном доме, в которой окружен забором. И внутри этого забора стоят машины. Все, больше там ничего нет. Зачем? Вот что это такое? Как это вообще назвать? То есть, это получается все для машин, что ли? То есть, мы живем для машин, получается. Вот почему я прихожу, почему я задаю вопросы, почему я интересуюсь новыми домами. Потому что я считаю, что когда строят новый дом, люди сейчас задумываются и о том, чтобы облагородить территорию. Чтобы не было машин там внутри. Чтобы было куда моей дочке Варечке сбегать погулять. Там среднему сыну, чтобы в футбол было где поиграть во дворе. Вот в тех домах негде играть. Там просто щебенка и машины стоят. Не дай бог, мечом там в какой-нибудь Мерседес попадешь, или еще в какую-нибудь девятку, не знаю. Понимаете, о чем я говорю? Вот это добрососедство, я понимаю, добрососедство. Вот. В чем добрососедство? Ну, когда мы о добрососедстве говорили, мы действительно имели в виду соседей, ну, и жителей именно этого жилого комплекса, чтобы они между собой дружили, как соседи. То есть добрососедство подразумевается именно между жителями этого жилого комплекса? Мы изначально можем такую атмосферу создать. Это в наших силах, как минимум. Но не в наших силах, например, создавать добрососедство целого района. Если мы квартал бы застраивали, возможно, это было бы в наших силах. Тогда получается, что для жителей близлежащих домов вы ничего хорошего не сделали? Благодаря нам съехала полиция с собаками из соседнего здания. То есть от соседей были часто жалобы на лай собак. Вот. Теперь их там нет. А как это благодаря вам? Я не знаю, я тонкостей не знаю, каким образом мы на это повлияли. Ну, в общем, как-то повлияли. Они занимали территорию, на которой у нас паркинг должен строиться. Как вы видите, вот этот же газон паркуется в том числе на газонах. Потому что нету мест для машин, для автомобилей нету мест. Даже с платными парковками огромная проблема. Мест не хватает. Люди вроде бы и хотели купить, но не могут. Я живу на первом этаже. И представляете, как мне все это приходится переживать? Моего мнения никто не спросит. Потому что любое решение товарищества принимается большинством голосов. И я, конечно, у большинства людей есть машины. И мое мнение не учитывается никак. Они просто ставятся все во дворах. И никто не задумывается о том, что как-то эту проблему решить бы надо по-другому. На Ботанике припарковаться невозможно. Ни на улице, ни на платных парковок места нет. То есть будет чудо, если мне это удастся. Что здесь с парковками? Здесь будет постоянно зеленая парковка. А вот как ты паркуешься? То есть здесь же на Ботанике припарковаться невозможно. Ну, это... Все дворы заставлены. Да, это так кажется. Но на самом деле есть дворы, где можно припарковаться. Здесь в моем доме непосредственно тоже достаточно... Около моего дома достаточно много парковочных мест. Наверное, потому что за забором? Ну, не за забором, а за шлагбаумом. За шлагбаумом. Да. Ну, то есть здесь все либо за забором, либо за шлагбаумом? Все обнесли, жить с детьми невозможно. Да, в этом... Я сказала, мест нету в парковочных. За заборами на шлагбаумом. Мест нету. В этом плане, да. Здесь подземной парковки не будет. Нет, подземной не будет. Будет наземная парковка. То есть мне, чтобы сесть в машину, нужно все-таки через зной, холод и стужу пробежать. Буквально 20 метров. Буквально 20 метров. А там сколько машин и мест предполагается? Около 130 машин и мест. Там будет, получается, трехэтажное здание. Вот, кстати, на стройку повезли кирпичи. Тоже вот проблема разъехаться. Да, смотри, КамАЗ заезжает. Да, но с парковками история такая. Шоркаются очень часто водители. То есть я сам вчера притер автомобиль. Сегодня с утра ездил по страховым. Это из-за того, что мало места? Да, 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 мало места. Да, да, да. Я просто заехал, у меня здесь родители живут. Я заехал к родителям во двор. Все, и там припарковался. Вот меня там немножко подпёрли с одной стороны, с другой. Там я руками распихал всех сначала. Все, потом стал выруливать и тёр автомобиль, который там рядом стоял. А какая предполагается цена? От 500 до миллиона рублей. В зависимости от квадратуры машин и мест. То есть квадратура будет меняться? Конечно, да. Для больших машин, для маленьких машин. И семейные места. Да, будут семейные места, где можно будет две машины сразу же припарковать. Люди как захотят, но так и смогут выбрать машину мест. А паркинги, они открытые у вас, получается, или это боксы гаражные? Первый этаж у нас планируется закрытые боксы, где можно будет... Ну, на первом этаже будут закрытые боксы, а на втором и на третьем этаже там будут открытые машины места. Естественно, закрытые боксы будут стоить дороже. А какие-то кладовки предполагается? Ну, вот захотели велосипеды там хранить? Конечно, на каждом этаже будут. На каждом этаже, то есть это отдельные какие-то комнатки за дверями. И они тоже будут покупаться? Или они будут принадлежать тем, кто купил машиноместо? Еще вопрос по поводу парковки. Места на парковке может купить любой человек или только тот, кто покупает квартиру в вашем доме? Приоритет, естественно, для жителей, только которые приобретают у нас квартиру. Но если у нас останутся машиноместа, то мы предложим их в ближайшем. А когда вы поймете, что они останутся? Ну, вот сейчас вот к вам придет 5 человек из соседнего дома и скажет, дайте мне, пожалуйста, 10 машиномест. Нет, так мы места не продаем. Мы продаем только для жителей нашего дома. То есть вы отдадите в свободную продажу парковочные места только после того, как продастся 100% квартир? Нет, после того, как все потребности жильцов этого дома будут закрыты. А как вы это поймете? Мы можем общее собрание жильцов провести. И все, кто захотят приобрести у нас паркинг, они скажут нам об этом. Если останутся машиноместа, мы сможем их предложить в ближайшем доме. Кстати, в каком году парковка-то сдастся? Ее же даже не начали строить. А у вас земля-то вообще получена? Да, конечно, все разрешения есть. Да, проект утвержден. Строительство парковки закончится тогда же, когда и строительство всего жилого комплекса. Без паркинга не можем. Не-не-не, давайте точно, когда кирпичи повезут на стройку, когда бетон поедет. Кирпичи уже едут, бетон уже едет на дом. Когда на дом, да, на парковку. В конце 20-го года. К концу 20-го, да? И парковка у нас будет еще около дома. Она будет либо временной, либо постоянной. Это уже как решат сами жители. Либо они припарковались, разгрузились, машину переставили. Либо там постоянно будет вставлять. Там вроде места и так немного, еще машины. Мы предусмотрели место специально еще для того, чтобы могли подъезжать машины, привозить, допустим, стройматериалы, разгружаться там. Либо просто вы можете приехать, унести вещи домой, допустим, и после этого переставить машину в наш наземный паркинг. А вот вы мне подсказали очень хороший вопрос, кстати говоря. По поводу разгрузки строительных материалов, по поводу привоза, разгрузки, подъема мебели и всего такого прочего. Это будет происходить через центральный подъезд? Да, это будет происходить через центральный подъезд. Ну, то есть я купил квартиру, пришел в клубный дом, а у меня тут парни в кепках, в синих комбинезонах ходят и что-то таскают. Ну, это у любого дома первое время вы всегда их увидите, где бы вы ни купили квартиру. Я понял. Собственно, два грузовых лифта. Да, по 1000 килограмм они будут, два грузовых, и один пассажирский на 400 килограмм. Лифты кону будут у нас скоростные, бесшумные, так что мебель будут загружать быстро и перевозить тоже. Никто не заметит, будут как в ЖИКе так. Шух, фу, и ты уже пувш, около двери. Еще надо тренироваться, чтобы вместе с ключом вот так вот попадать, и будет вообще супер. Отлично. Высота потолков какая? Три метра на первом этаже и 24, 25, 26. Так, остальные? 2,850. А 2,850 это от перекрытия до перекрытия? Нет, это у нас от пола до потолка. То есть это от черновой стяжки до плиты перекрытия получается, да? Да. 2,850. 2,850. 2,850. 2,850. Фу, сложилось. Поменяются ли цены на квартиры, когда дом сдастся? Да, мы планируем плановое удорожание по стоимости. К концу строительства мы выведем дом на 100-110 тысяч за квадратный метр. На данный момент у нас можно приобрести квартиры в среднем 80 тысяч за квадратный метр. То есть на сколько процентов подорожания? Примерно от 20 до 30. Окей, хорошо. А можете что-то сказать по коммуналке? Всех волнует? Вот купили дом и сколько я буду платить за коммунальные услуги? Есть ли такая информация? Согласно тарифам ботаники все будет рассчитываться. Ну допустим, однокомнатная квартира 46 квадратных метров будет выходить в районе 3,5 тысяч рублей. Это за все? Это в зимний период или в летний? Это в среднем. А, средняя цена. То есть летом чуть подешевле, зимой чуть подороже. Если на трешку переведем, то примерно какие? Умножаем на 3, допустим, у нас трехкомнатные 120 квадратных метров, 3,5 на 3, ну в районе 10 тысяч. В районе 10 тысяч. Ну немало, но в принципе и не запредельно. Ну 120 метров, 10 тысяч это вполне достаточно. Вы знаете, я прочитал еще такую историю, что когда шли препирательства с жителями близ лежащих домов, вот, ну во-первых, что-то по поводу этого нужно сказать, но один из вопросов таких острых стоял, это то, что когда построят парковку, она будет угрожать экологии. Почему? И как вы это решили, этот вопрос с экологией? Ну люди, видимо, считают, что если тут мы построим парковку, то будет парковаться множество машин, и все они разом будут заводиться по утрам, ну все вот эти выхлопные газы будут загрязнять окружающую среду. На самом деле, если бы мы эту парковку не построили, если бы она не была запроектирована, то машиномест, точнее парковочных зон, их бы не хватало, и все равно люди бы ставили машины вокруг, как попало, и все равно бы заводились, и все равно это бы негативно, возможно, сказывалось на окружающей среде. К сожалению, мы живем в мегаполисе, и от такого большого количества машин нам никак не застраховаться. Парковка только разрешит вопрос с местом, где оставить машину, вот и все. То есть экология от этого не лучше, не хуже не станет. Лучше пусть она будет организована, чем парковка на газонах. Вот здесь я с вами полностью согласен. Главное, чтобы окна этой парковки не дышали в окна близлежащих жилых домов. Такого нету? Нет, конечно, нормативы же есть. Нормативы всегда соблюдаются. По поводу нормативов, вот такая высотность в этом районе, она вообще допустима? Конечно, есть же инсталляция, все рассчитывается. Проектная организация считает, все-все проходит, экспертиза получена. То есть у вас, получается, жители первых этажей, третьего, потому что первый, второй – это не жилые, да, ведь? Первый, второй – это у вас общественные пространства. Нет, жилые. Первый этаж жилой, второй этаж жилый. А где? Из примерческих площадей. Подождите, а где комната для детей, кабинка для собачек? Нет, на первом этаже у нас небольшое количество квартир. Часть этой площади, она под места общего пользования будет одна, часть будут занимать квартиры. А вы можете сказать, сколько процентов общественного пространства от процента жилых квартир занимает? Мы сейчас пойдем на стройку и сможем увидеть. Окей, тогда вопрос мой заключался в следующем. Жители первых, вторых этажей получат солнца в достаточном количестве? Потому что рядом же вот прям видно, вот сколько там этажей, 9-этажка или это 12-этажка, что какой-то дом рядом стоит, вот прям вот мы видим на картинке. Нет, у нас же не прямое солнечный свет попадает, у нас же естественное освещение дневное попадает. То есть прямого солнца нет, мы просто получаем отраженный свет. На самом деле жителям первых этажей света будет достаточно по двум причинам. Во-первых, соседние дома, они расположены на достаточном расстоянии, чтобы солнце, ну, все-таки проникало туда. Во-вторых, там просто гигантские окна, 2,5 метра в ширину, 2 метра в высоту. И настолько увеличенные оконные проемы, они, ну, будут компенсировать все-таки то, что, ну, квартиры находятся на нижних этажах, не на верхних. Окей, окей. Верхние этажи, я так понимаю, полностью жилые, кровля неэксплуатируемая, то есть туда мы не выходим. Окей. Почему ваш дом строит Астра? Это на самом деле надежный генподрядчик. Он уже с именем, зарекомендовавший себя, он построил не один дом в этом городе и не один комплекс. Он строит как государственное жилье, муниципальные там садики, школы строят, физкультурные какие-то комплексы. Также он строит жилье, причем довольно качественно всегда все делает, выполняет работу. У вас же есть свои собственные силы или нету, в принципе? Нет, у нас есть силы технического заказчика, который курирует объект. Генподрядчик выбирается также, да, на конкурсной основе. Ну, у нас Астра зарекомендовала себя. А ЖК Пионер кто строил? ЖК Пионер, это же тоже СКОН? Это кто строил? Генподрядчиком другая организация выступала. Я, если честно, даже не скажу, я в то время не работал здесь. Что-то по поводу вот этого жилого комплекса вы прокомментировать ничего не можете. В этом жилом комплексе мы столкнулись с тем, что в живую дом получился не так, как был запланировал по проекту. А именно некоторые стены, которые изначально планировалось сделать просто перегородками, сделали несущими стенами. Нет, но есть же стадия проектирования, есть рабочая документация. Это все там было. Это все там было. И получилось так, что некоторые стены превратились в капитальные. А мы потом выяснили, почему так произошло. Произошло это потому, что кто-то недосмотрел, видимо, или кто-то в проект неправильно заложил. И бетон оказался там, и той марки. В общем, несущая способность этого дома оказалась под угрозой. И чтобы все это дело скрепить, усилить, стали дома делать. Почему я об этом говорю? То есть я как дизайнер зашел на эту квартиру и думал, что я сейчас эту стеночку уберу, как мне обещал застройщик. Застройщик СКОН мне обещал. Делай любую планировку, уважаемый, какую хочешь. Здесь же все свободно. Это перегородочки, ты их подвинешь, там сместишь. А мы заходим, хопа, капитальная стена. Нет, в любом случае, даже если там капитальная стена, или там было у вас свободное планировочное решение. Проектировщики считают, это все узаканивается. Правильно. Правильно. Проектировщики посчитали, сходили в администрацию, узаконили. Мы получили все разрешительные документы, а по факту, когда пришли, там капитальная стена. То есть, получается, представители компании СКОН, или кто-то еще, или какая-то нелепая случайность и недоразумение, документов в администрации не оказалось. И они считали, что дом возводят по тем документам, которые были предоставлены изначально. Вопрос, не будет ли такого подвоха в этом жилом комплексе? Уверяю, не будет. Вот, Данил обещал. Если что, потом все идем к Данилу. Но не к нему, конечно же, лично. Он, что, он, в общем-то, выполняет свою работу, какие задачи ставит, собственно. А кто был проектировщиком этого дома? В частности, Родонитовый. Да, Родонитовый. Правильно, тоже вполне зарекомендовала себе организация. Также они жилье строят и коммерческие площади строят. На площади пассаж, торговый центр. Давайте напоследок. Напоследок, самые главные, самые вкусные фишки вашего дома. Почему я, как покупатель, должен купить квартиру именно в вашем доме? Сейчас новостроя полно. Если мы слово клубный убираем, то дом просто остается домом. Пока что, пардон, я ничего клубного не увидел. Что для себя я крутой отметил? Вот, что мне понравилось. Там зона ресепшена. Места ожидания, вот я смотрю, да, вот отлично. Высокие окна. Тут прям даже не 3 метра ощущение. 6 метров в Таросе. Вот это супер. Окна в пол. Великолепно. Места для мытья лап собак вообще зачет. Люди мучаются реально. Мы придумываем, что только не придумываем в квартирах, чтобы эту собаку, значит, затащить в ванну, ей помыть поддон. А вы уже подумали, это круто. Но мне этого мало. Что есть еще? Планировочное решение можете взглянуть. Ну, а сейчас разберем мою любимую тему планировки. Так, мы на 16 этаже, правильно? 16 этаж. Так, это Александр Петрович. Вы отвечаете за... Ну, техническое обеспечение. Техническое обеспечение. Супер. Двое будут раздеваться. И пока они разденутся, другие двое сюда не зайдут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok